приветствую всех кто будет смотреть это видео оно посвящено моим советам конкретно какие каналы я рекомендую на них подписаться посмотреть или изучить хотя бы я на них сам подписан и многие из них очень такие интересные как по тематике ножей так по тематике искусства либо резьбы первый это канал называется ильяс 5607 он посвящен ножам но не как их делать а в основном это по конструкции человек рисует разные механизмы как-то дорабатывает их и сам потом собирает нож ну считая это минусом что не показано как он это собирает конкретно вот как он точит как он это интересно сам процесс тоже интересен не только как собран замок или как он придумал замок ну и как собрано еще ну небольшой минус у канала что там не сильно большое качество картинки зато информация которая в нем содержится в этих видео практически уникально потому что немногие показывают именно конструкция каких-то складных ножей и конструкция как он дорабатывает например человек если доработает даже он не покажет многие вообще показывают просто как кино а это больше разговорный жанр жанр скажем но довольно таки интересный рекомендую посмотреть на данный момент у него 1340 с чем-то человек подписано довольно таки видите популярный хотя ну не так сильно человек много снимает именно какие-то конструктивные видео по процессу но зато по самой конструкции как он это все видит как он это все чувствует даже свои ошибки он тоже показывает кстати на его канале он уже показывал что покупают инструменты довольно таки тоже интересно правда я уже последние несколько видео не смотрел и не все я видео смотрю только те которые мне интересуют ну и как принципе как любой канал рекомендую его будет ссылки все ссылки будет внизу под видео прямые ссылки второй канал это называется вот так вот называется он да и шинс нецки надеюсь видно было если не видно было вот покажу это японский резчик по-моему он японский японец по национальности он режет именно традиционные нецки из дерева по мнению чуть грубоватые но это прям вот самая традиция которые были самые изначальные самые простые по форме простые стилизованные животные очень интересные и очень интересно и смотреть когда показывать процесс прям нудно-нудно но интересно у него сейчас 421 подписчик тоже рекомендую сети вам интересно именно по дереву работы там бывают и процессы и какие-то интересные мелочи которые не каждый тоже покажет 421 человек у него подписчика как я наверно сказал и довольно таки интересный контент советую подписаться третий канал это владимир шеремет на данный момент у него 993 человека а занимается человек очень интересным и очень редким жанром он антиквариат собирает и конкретно чугун литьевой чугун наверное слышали кассы кассынское литье он его и собирает покупает продает ремонтирует реставрирует как-то он борется самое главное что мне нравится он борется с мошенниками как это который делать подделки определил им свое название может даже так называют другие люди не знаю только от него такое слышал очень много дает советов как отличить антиквариат от подделки но не все конкретное конечно что-то он утаивает специально чтобы не подделывали лучше также интересно когда какую-то фигурку показывает из чугуна и дает определить человеку например горит как вы думаете это настоящая или фальшивка каждый для себя какие-то выводы делает а потом объясняет почему это вот так а это вот так очень интересный контент мне нравится я часто смотрю но честно говоря характер у человека очень сложный по характеру мне он не нравится но как канал построен как снимается видео какие советы дает человек мне очень нравится поэтому я и смотрю так третий канал это называется древо основы токарного ремесла на данный момент очень немало подписчиков шестнадцать тысяч шестьсот человек с чем-то но к сожалению год не обновляется канал не знаю почему что случилось и конкретно я не смотрю вот все видео какие-то видео я смотрю там очень классно все рассказывается именно с топным языком вот поэтому мне нравится собственно вот на этом и все от 4 4 канала 4 ссылки под видео хотите подписываться не хотите не подписывайтесь это каждый выбор для себя сам делает за эту так скажем да в кавычках рекламу мне не платят меня не просят об этом нет может и просят но я снимаю только то что мне нравится саму и советую только то что я смотрю сам всем пока всем удачи всем здоровья